Здравствуйте, уважаемые коллеги! По исследованию одному из самых крупных, которое было проведено на популяции пациентов с Т-клеточной лимфомой, где было проанализировано 937, было показано, что из этих пациентов 68, практически 70% больных, имеют первичное рефрактерное рецидивирующее течение. Также в этом исследовании показали драматические кривые общей выживаемости, в целом отображающие плохой прогноз для этой группы больных. Исключением составила только популяция ЛК-позитивных токричных лимфом. С учетом такого плохого прогноза, для таких пациентов уже на ранних этапах происходит внедрение такого этапа терапии, как проведение ауто-трансплантации или аллоген-трансплантации костного мозга. Есть более подробные рекомендации СИЭН, которые подробно разделяют на гисологические ипотипы, о том, на каком этапе нужно задуматься об ауто-трансплантации для того или иного гисологического варианта токлеточной лимфомы. Также существует еще рекомендация ЭСМО, которая в целом не противоречит рекомендации СИЭН и отображает общие принципы. Опыт нашего центра насчитывает 55 пациентов с периферической отклеточной лимфомой. Хотел бы сразу подчеркнуть, что там нет пациентов с первичной кожей отклеточной лимфомой. Данные пациенты проходили у нас лечение с 2005 по 2020 год. Гисологические варианты вы можете видеть на слайде, не буду более подробно останавливаться. В целом можно сказать, что это соответствует мировым данным. Самый распространенный вариант гисологический – это периферическая отклеточная лимфома неуточненная. Из 55 пациентов 48 имеет первичное рефрактерное рецидивирующее течение, что составляет 8%. Меня наблюдение за нашими пациентами составляет 35 месяцев. И при оценке общей выживаемости вы получили трехлетнюю общую выживаемость составляет 75%, безобытийная выживаемость трехлетняя – 12%. Также при анализе общей группы была показана зависимость, в первую очередь, от гисологического потипа, что также сходно с имеющимися литературными данными о том, что ЛК-позитивные лимфомы имеют лучший прогноз по сравнению с другими гисологическими вариантами. И также нами было обнаружено, что наличие трансплантации, будь то это автологичная или аллоген-трансплантация, или эти пациенты получили последовательно автологичную аллоген-трансплантацию, они все-таки имеют преимущественно перед теми пациентами, которые получили только курсы полихимиотерапии. Собственно говоря, наш центр опирается на показания к трансплантации костного мозга, которые были сформулированы и БМТ. Последний пересмотр состоялся в 2019 году. И на сегодняшний день для периферической аллоген-трансплантации является терапевтической опцией как в первой, так и в последующей ремиссии, но при достижении химиочувствительного ответа. У нас в институте аллоген-трансплантация была проведена 20 пациентам, медиана возраст ставила 36 лет, преимущественно это были мужчины. И по геологическим вариантам это были в первую очередь периферические аллоген-трансплантации, аллоген-трансплантации. У меня наблюдение после ауторасплантации составило 9 месяцев, при этом общая выживаемость однолетняя 88%, без прогрессивной выживаемости однолетняя 79%. Была попытка проанализировать влияние места ауторасплантации в лечении пациентов на общую выживаемость. Мы не получили достоверных данных, тем не менее намечается тенденция, что пациенты, которым была проведена трансплантация в первую или вторую ремиссию, имеют лучший прогноз по сравнению с пациентами, которым была выполнена трансплантация на более поздних этапах. То, что касается аллоген-трансплантации. На сегодняшний день место аллоген-трансплантации – это вторая более полная ремиссия при наличии родственного или неродственного посуместимого донора. В нашем центре аллоген-трансплантация была выполнена 14 пациентам. Медианная возраста составила 39 лет. Медианное число линий терапии до аллоген-трансплантации – это 4 линии. Из такого, что хотелось подчеркнуть, что статус перед аллоген-трансплантации – это преимущественно было достижение хорошего ответа, а именно это полный ответ у 57% и частичный ответ у 21%. Медианное наблюдение после аллоген-трансплантации составило 12 месяцев, при этом однолетняя общая выживаемость – 83%. Была выявлена зависимость общей выживаемостью от статуса перед аллоген-трансплантацией. Те пациенты, которые имели полный аллоген-трансплантации, имеют преимущество перед пациентами, которые пошли на трансплантацию в статусе стабилизации заболевания или прогрессирования. Беспрогрессивная выживаемость пациентов однолетних составила 79%. И здесь хотелось бы подчеркнуть, что пациенты, те, которые прошли аллоген-трансплантацию костного мозга на момент фоллапа, которые остались живых, а это 10 пациентов, они все сейчас находятся в хорошем ответе. Преимущественно 90% – это полный ответ, и 10% – частичного ответа. Отчасти такие хорошие ответы, возможно, удалось достичь с помощью применения новых агентов. В нашем институте есть опыт применения моноконального антитела анти-CD30, таберинтоксима-фидотина. Его получили 12 пациентов с токлеточной лимфомой. При этом хотелось бы подчеркнуть, что у 5 пациентов эта терапия была в качестве бридж-терапии перед аллоген-трансплантацию костного мозга. 4 из 5 пациентов на момент фоллапа находятся в ремиссии. Также у нас есть опыт применения алкоген-гибиторов у пациентов с анопластической крупноклеточной лимфомой алкопозитивной. У одной пациентки терапия алкоген-гибиторами была как противорецидивная терапия после аллоген-трансплантации в связи с развившимся рецидивом. У другого пациента это была терапия как консолидация после аут-трансплантации. Оба пациента находятся в ремиссии на момент фоллапа. И также в нашем центре накапливается опыт применения чек-поточной лимфомой алкоген-гибиторов, а именно 7 пациентов получили терапию неволумаба. Здесь хотелось бы подчеркнуть геотеретические варианты этих пациентов. Преимущественно это пациенты с периферической отклеточной лимфомой неуточненной. Один пациент с гамон-гельт-это-клеточной лимфомой, один пациент с алкоген-негативной оттоклеточной лимфомой. Два из них получили неволумаб как бритч-терапию перед аллоген-трансплантацией костного мозга. И один пациент получил терапию неволумабом как противорецидивную терапию после аллоген-трансплантации костного мозга. Все три пациента на данный момент находятся в полном ответе. На этом позвольте завершить свое выступление и поблагодарить сотрудников НИИ имени Рейса Максима Горбачёвой за помощь в подготовке данного доклада. Спасибо.